Друзья, всем привет! Примерно около года назад я уже снимал видео про Nissan Murano третьего поколения, но тогда автомобиль только прибыл в дилерский центр, естественно он был без госномеров и конечно же у него не было страховки. Поэтому о каком-либо тест-драйве даже не было и речи. Пришлось ограничиться статичным знакомством. Вот этот Nissan Murano был в моем распоряжении почти две недели. Я много на нем поездил в городе, выезжал за город и конечно же проверил его внедорожные возможности. В этом видео я расскажу все особенности и странности этого автомобиля, который удалось обнаружить в процессе эксплуатации. А также я покажу на что способен этот Nissan Murano на сильно пересеченные местности, куда вы вряд ли на нем поедете. Но сначала немного вводной информации. Nissan Murano третьего поколения выпускается с 2015 года в США и с 2016 года в России. На выбор покупателей предлагается два варианта силовых установок. Бензиновый V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 сил. А также гибридная силовая установка, состоящая из бензинового 4-цилиндрового двигателя объемом 2,5 литра и электродвигателя с суммарной мощностью 254 силы. В отличие от гибридной версии, которая предлагается только с полным приводом, Murano с V6 можно купить как в полноприводном, так и в переднеприводном исполнении. Но вне зависимости от двигателя и типа привода, за передачу крутящего момента отвечает бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT. Лишь в исключительных случаях я делаю акцент на внешнем виде автомобиля, так как это очень субъективно. Но в данном случае в дизайне Murano узнаются черты спортивного купе Nissan 370Z с характерными светодиодными билет-фарами и бумерангами. А также хочу отметить эффект парящей крыши за счет темной вставки на задней стойке, что появилось на Murano впервые. Перед тем, как мы попадем в салон, расскажу про багажник. Объем багажника 454 литра и для того, чтобы понимать много это или мало, сюда легко поместится два средних чемодана или любая даже самая большая детская коляска. Но здесь нужно сделать оговорку, что речь про коляску для одного ребенка. Под полом багажника кроется полноразмерное запасное колесо и сабвуфер аудиосистемы Bose, в общем насчитывающий 11 динамиков по всему автомобилю. А теперь хочу рассказать про две опции на втором ряду, которые особенно нравятся моим детям. Первая – это огромная панорамная крыша, уходящая за головы пассажиров второго ряда сидений. Возможно, взрослые этого не оценят, но дети, каждый раз садясь в автомобиль, всегда просят открыть шторку люка. Благо, она снабжена электроприводом и не надо тянуться через весь салон. Второе – это клавиши обогрева сидений, которые можно оставить в положении включено. И в случае удаленного запуска двигателя, да, в Murano есть и такое, к моменту посадки в автомобиль сидения будут теплыми, что в холодный период года особенно актуально. А еще здесь есть два дисплея системы мультимедиа с возможностью автономной работы. Правда, за время коротких городских поездок с детьми в них не было особой необходимости. Просто знайте, что они здесь есть. А теперь предлагаю перейти в переднюю часть салона, потому что все самое интересное именно там. Открывая дверь, обратите внимание на порог. Нижникан дверей полностью закрывает пороги, сохраняя их в чистоте даже в самую слякотную погоду. Мелочь, а приятно. Официально описание этих сидений звучит так. Создатели сидений Zero Gravity вдохновлялись невесомостью. В этом состоянии человеческое тело принимает максимально расслабленное положение, при котором создается наименьшая нагрузка на кости и суставы. Поэтому человек почти не устает. Инженеры Nissan учли это и за 10 лет тщательной работы создали сидения Zero Gravity, в корне изменившее представление о комфорте дальних поездок. Достоверность сказанного я проверил на личном опыте, когда за день проехал более 500 километров по разным дорогам, включая пересеченную местность. А чтобы развеять какие-либо сомнения, оператор, с кем мы ездили в тот день, не зная про особенности этих сидений, отметил отсутствие какого-либо дискомфорта, несмотря на столь продолжительную поездку. Также хочу отметить подлокотник. Сначала я подумал, как классно он разделен на две части, якобы каждому пассажиру своя половина. Но за счет этого углубления сюда особенно удобно ставить локоть. Ощущение недоступное для владельцев автомобилей с плоским подлокотником. Я не буду говорить про объем центрального подлокотника, потому что любая ручная кладь, которая может оказаться на переднем ряду, легко поместится в основной бардачок. А он здесь не просто большой, он гигантский. Да так, что с водительского места вы точно не дотянетесь до его самой глубокой точки. По крайней мере, с моим ростом в 190 сантиметров сделать это у меня не получилось. Перед тем, как мы перейдем к системе кругового обзора, отмечу регулировку обдува и обогрева сидений, которая сохраняет свое положение, пока вы не измените его вручную. То есть, точно так же, как и на втором ряду сидений, при удаленном запуске двигателя передние сидения тоже могут обогреваться. Здесь же рядом расположился порт USB. Из-за его специфического расположения мне пришлось помучиться, чтобы разместить там маленькую флешку. А в случае использования большой флешки у вас могут возникнуть проблемы с ее установкой. Откровенно говоря, этот дисплей мало кого удивит своей картинкой в 2018 году, но куда важнее то, что он будет вам показывать. Сейчас я хочу сказать про систему кругового обзора с возможностью переключаться между видом сверху передней камерой и камерой, направленной на переднее правое колесо. Вид с этой камеры позволит сохранить целостность дисков и уберечь их от контакта с бордюром даже самому опытному водителю. Ну а чтобы вы не думали, что в Nissan Murano все идеально, расскажу вам про одну странность и одну явную недоработку. Первое. Переключать песни или радиостанции на руле можно лишь при определенном положении меню бортового компьютера. А все потому, что один и тот же джойстик отвечает как за переключение треков, так и за навигацию в меню. Впервые такое вижу. Второе. Зеркала не складываются автоматически при блокировке центрального замка. Это можно сделать принудительно, нажав эту клавишу. Зачем мне это нужно? По автоматически складывающимся зеркалам всегда можно понять, закрыли ли вы автомобиль или же забыли это сделать, например, разговаривая по телефону при выходе из автомобиля. В данном случае придется возвращаться в зону действия дистанционного ключа, чтобы сделать контрольное закрытие. Ну что ж, друзья, теперь, когда вы знаете все особенности дизайна и салона Nissan Murano, предлагаю прокатиться и узнать, каков этот автомобиль в движении. Обожаю эту функцию. Более того, интеллектуальный ключ Nissan обладает памятью настройки руля, сидений и боковых зеркал заднего вида. А это значит, что если автомобилем будет пользоваться два водителя с отдельными ключами, например, муж и жена, то их индивидуальные настройки будут применяться автоматически. А ведь еще есть память сидений, которой в принципе можно будет и не пользоваться. Когда я только забрал этот автомобиль на тест, мне в первую очередь было интересно узнать, как работает тандем из вариатора и мощного двигателя объемом 3,5 литра. Так как по опыту других автомобилей с вариатором, где стоят маленькие моторы или еще хуже, супер маленькие моторы, но с турбиной, учитывая специфику работы вариатора и крутящего момента, находящегося в верхнем диапазоне оборотов, при попытке динамичного старта с места возникает ощутимая пауза, которая в некоторых моментах может создать аварийную ситуацию. Например, при повороте налево, когда вам надо проехать перекресток, пропуская встречный транспорт. К моему удивлению, у Nissan нет такой проблемы за счет мощного двигателя. Двигатель VQ35 хорошо известен по другим моделям Nissan, включая спортивный 350Z и Skyline. А также он широко используется в моделях премиального бренда Infiniti. Murano ускоряется всегда, когда вы от него этого ждете. И речь не про спринтерские старты а-ля светофорный драгрейсинг, а именно про удобство управления тягой. К слову, этот полноприводный Murano разгоняется до 100 км в час за 8,2 секунды, в то время как Murano с приводом только на переднюю ось разгоняется чуть быстрее, за 7,9 секунды. При этом средний расход топлива за время моего тест-драйва составил 13,7 литров. Обратите внимание на мерцание оранжевых светодиодов на передних стойках. Это оповещение системы мониторинга слепых зон. Казалось бы, нет разницы, где расположить светодиоды, на стойках или же на боковых зеркалах заднего вида, как у большинства автомобилей. Но на практике боковым зрением лучше всего просматриваются светодиоды, расположенные именно на передних стойках. Мне нравится, как Murano ведет себя на дороге. Видимо, инженерам удалось совместить американский комфорт с спортивностью японских купе. Хотя все очень относительно, и вы можете со мной не согласиться. Подвеска отлично отрабатывает неровности. При этом в салоне тихо даже при движении по пересеченной местности. Кстати, о пересеченной местности. Для проверки оффро от возможности Nissan Murano я отправился на место, где проводили съемки битвы пикапов. Ссылка на видео будет в описании. В частности, меня интересовал крутой затяжной подъем с серией диагональных вывешиваний. Проехать данный участок на автомобиле с простым полным приводом, без принудительных блокировок или их электронных имитаций, достаточно проблематично. В чем я убедился, сравнивая возможности пикапов. Предлагаю посмотреть проезд этого препятствия в исполнении Nissan Murano. Автомобиль подъезжает к первому диагональному вывешиванию. Видно, что момент передается на разгруженные колеса. Но электроника начинает их подтормаживать с целью передачи крутящего момента на загруженные колеса. За счет чего достигается эффект работы межосевой блокировки. Чуть больше газа, чтобы загруженные колеса получили больше крутящего момента и Murano продолжает движение. В этом месте автомобиль с простым полным приводом будет беспомощно буксовать. Но, как видите, Murano уверенно движется вперед. А теперь сменим грунт на скальную породу. Чуть больше газа, электронные имитации помогают правильно распределить крутящий момент и автомобиль преодолевает препятствия. А теперь самое время подвести итог. Моей жене нравится, как выглядит этот автомобиль. Мне нравится, как он едет по асфальту и ведет себя на пересеченной местности. Моим детям нравится ездить на втором ряду сидений, а багажник полностью перекрывает потребности моей семьи в транспортировке грузов и личных вещей. Казалось бы, что еще требуется от семейного автомобиля? Правильно, безопасность. По данным Американского страхового института дорожной безопасности, который проводит свои независимые краш-тесты автомобилей, Nissan Murano, в котором семь подушек безопасности, показал очень хорошие результаты. Я считаю, что для семейного автомобиля это очень немаловажный фактор. Друзья, вы посмотрели мой обзор автомобиля Nissan Murano третьего поколения. Обязательно напишите в комментариях, с кем его нужно сравнить на пересеченной местности. С вами был Диас, до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok